Добрый день. Я, если правильно понимаю, вы вернулись совсем недавно из Казани, где защитили проект развития туризма в Первоуральске. Почему в Казани как-то связано с Первоуральском, пожалуйста, поясните. Ну, Первоуральску в этом плане повезло, потому что в начале 2024 года от Свердловской области была сформирована команда из 8 человек, которые в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» прошли обучение в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма. И выпускной такой итоговой тестационной работой должен был стать проект развития какой-то территории. И вот коллегиально было принято решение, что такой территорией станет Первоуральск. И по сути мы создали концепцию развития туризма, которая сейчас может лечь в основу стратегии, ну и других нормативных документов городских, там программы развития туризма в городе и так далее. Вот в этом плане нам повезло. Проект, он что из себя представляет? Вот эта концепция, вы сказали, ну, какие-то основные пункты, может быть? Любая концепция развития территории, она состоит из двух частей. Первая – это такая теоретическая, аналитическая часть, когда сначала происходит инвентаризация всех туристических ресурсов территории, объектов показа, точек притяжения, как сейчас говорят, туристических магнитов, всех возможностей, в том числе существующей инфраструктуры принимать гостей. А вторая часть, она практическая и она связана уже с развитием тех перспективных видов туризма, которые сейчас актуальны территории и, в принципе, у которых есть потенциал. И далее мы отвечаем на вопрос, что нужно сделать, чтобы поток туристов еще стал больше, чтобы коллективные средства размещения отелей, гостиниц и загородные базы отдыха стали еще более загружены и чтобы в город еще больше хотелось приехать. А это две вещи. Первая – это инфраструктура комфортная для гостей, интересная. И это маркетинг территории. И плюс все туристические продукты. То есть сначала… Мы же как происходит вообще в туризме? Я говорю, Алексей, а поехали вот туда-то? А я говорю сразу – поехали. Нет. Ты первым делом меня спросишь, а что там делать, да? А что там и что там делать? Вот. И вот когда турист знает ответ на вопрос, а что там делать, что у нас в Первоуральске делать, тогда он захочет сюда приехать хотя бы один раз. Вот это так и работает. Поэтому маркетинг, продвижение, инфраструктура и туристические продукты, экскурсионные программы, какие-то там авторские экскурсии и объекты показа музея и там и все остальное. Ну вот с чего начинать? Что, вот вы сказали, точки притяжения, да? Что у нас есть в Первоуральске, что изначально интересно и чем это еще можно дополнить для современных туристов? Ну вот когда мы инвентаризацию как раз вот эту всю проводили, мы собирали смыслы территорий, которые могут создать некое уникальное туристское предложение. Как Первоуральск отстроить от других городов, аналогичных городов-заводов, которых много в Свердловской области. Наша уникальная тема – это граница Европы и Азии. Обелисков сейчас очень много, но в Первоуральске на горе Березовой в свое время европейскими учеными был в принципе определен вот этот водораздел. И поставлен вот этот знак границы Европы и Азии. Мы были первые и в этом наша уникальность. И эксперты, когда мы защищали проект, мы еще им предложили вот такую идею позиционировать Перво Азии как первый город в Европе. И они сказали, что это вообще на самом деле очень крутая идея, особенно для вот того потока туристов, которые сейчас с Азии к нам едут. Это сейчас тренд в России. Из Китая и других стран восточных будет путешествовать все больше и больше людей. Мало того, они теперь на автомобилях путешествуют уже по континенту. И вот для них получается пересечение границы Европы и Азии – это вообще очень знаково. А когда они еще будут понимать, что они оказались в первом городе в Европе, тогда наверняка они захотят дальше чуть проехать в центр города и там тоже познакомиться с территорией. А далее уже вопрос, что мы им можем предложить? Какими средствами развивать туризм? Да, вот это все будет за счет, за чей счет? Это государство должно поддерживать? И если да, то поддерживает ли сейчас? Здесь взаимовыгодная история и для государства, и для муниципалитета, и для малого бизнеса. В первую очередь, конечно же, здесь заинтересован в развитии туризма малый бизнес. И вообще для таких городов, как мы, которые никогда не будут туристической меккой, и не надо этого делать, в принципе, акцент надо делать именно на малый бизнес, чтобы он сам создавал инфраструктурные объекты и туристические продукты вокруг них. А муниципалитету это тоже интересно, потому что увеличивается налоговая база, то есть совокупный налоговый бюджет, эффект появляется. И здесь сюда ложится история с благоустройством территории, с привлекательностью муниципалитета, в принципе, для жизни, работы, как комфортная территория. А это уже борьба за человеческий капитал, то есть более высокие такие стратегические какие-то задачи, потому что мы понимаем отток населения, нехватка рабочих мест в целом. И здесь она такая, получается, история с синей энергетическим эффектом. Когда мы помаленечку вкладываем и в туризм в том числе, это там, я не знаю, 5% от всего, что нужно делать на Первуральске. Мы делаем наш город интереснее, привлекательнее, и, возможно, даже кто-то захочет сюда приехать, здесь остаться жить и работать. Но про налоги и про прибыль будет же еще туристический налог. Туристический налог, ну, его введут с 2025 года. Пока под него попадают только классифицированные коллективные средства размещения. Это несколько отелей у нас в Первоуральске. По идее, в 2025 году вот эту классификацию звездности должны пройти и базы отдыха, и кемпинги, и глэмпинги. И чем больше таких объектов у нас классифицированных на территории будет, тем больше будет сбор вот этот вот туристический. И он будет оставаться в местном бюджете. Это целевые деньги, они могут быть расходованы только на развитие туризма, а это может быть и благоустройство, и на туристическая навигация, ну, и еще какие-то, возможно, событийные мероприятия, фестивали на территории и все остальное. Здесь тоже опять как бы всем выгодно получается. По поводу всем выгодно. Вот вы проект защитили, денег-то дадут в итоге на его реализацию или нет? Ну, во-первых, сейчас 2025 года стартует новый национальный проект туризма, индустрия гостеприимства. И мы до конца пока не понимаем, внутри какие будут подпрограммы и на что конкретно будут деньги. В настоящий момент сейчас готовится грантовый конкурс на софинансирование объектов некапитального строения модульных гостиниц. Первуральские предприниматели активно готовятся участвовать в этом гранте и в конкурсе, да, в этом грантовом конкурсе и смогут получить деньги. Соответственно, весной у нас будет новый конкурс на развитие инфраструктуры. Кроме того, например, на событийные мероприятия город может получать деньги из национального проекта, из областного бюджета, ну, через областной бюджет, из федерального бюджета. Вот мы хотим сейчас в декабре месяце на фестиваль трубочек таким образом заявиться и поконкурировать с другими территориями, чтобы увеличить бюджет фестиваля и сделать его масштабнее. Далее, есть такое понятие, как туристский центр города. И если у Первуральского он появится, а для этого нам нужно ряд процедур провести, выделить в архитектурном плане этот исторический центр, утвердить его, публичное слушание провести и прочее, тогда мы можем претендовать еще на субсидии для муниципалитета из областного бюджета на благоустройство вот этого туристского центра города. То есть, я сейчас резюмирую, деньги есть из федерального, из регионального бюджета. Здесь нужна, получается, планомерная, вот такая эффективная работа по привлечению этих денег. Какие виды туризма популярны? Вот в регионе, в городе, в частности. Как это происходит? Туристы едут зачем? Зачем едут? Ну, в первую очередь, Свердловская область – это, конечно же, деловые туристы. Потому что у нас большое число официальных деловых мероприятий. Ну и плюс большое число крупных предприятий, куда едут командировочные. Вот этот деловой туризм – это основное направление. Потом событийный туризм. У нас очень много, особенно в Екатеринбурге, событийных мероприятий, куда приезжают. Вот. Культурно-познавательный туризм в целом для региона сейчас активно прокачивается. И у нас есть два национальных маршрута сейчас. Они загружены достаточно. И это не только из соседних регионов в гости. То есть стали приезжать и из Центральной России, и из Сибири. Это очень хороший знак. Вообще, в Свердловской области в этом году мы перевалим за 4 миллиона поездок к нам туристических. Это топ-5 регионов в России по количеству туристов. Перворайск в этом плане, он не очень отстает, потому что для нас точно так же деловые туристы, в первую очередь, актуальны. Именно ими загружены у нас отели. Затем у нас спортивно-активно вот этот экологический туризм, связанный со сплавами, походами. Здесь река Чусовая нам вот этот исторический этот трафик обеспечивает. Потом у нас спортивных туристов достаточно. И с появлением новых туристических объектов у нас еще их больше будет. Это все соревнования федерального уровня, болельщики, команды. Автомобильный туризм. Трасса М-12 сейчас будет вдоль Первоуральска. А это значит, мы получим трафик путешествующих на собственных автомобилях. Ну вот, пожалуй, перечень вот этот актуальный. Ну и промышленный туризм, конечно же. Новотрубный завод у нас вошел в промышленную карту, в карту промышленного туризма. В прошлом году в акселераторе агентства стратегических инициатив там обучились и сделали туристический продукт. Сейчас он активно внедряется. Поэтому это еще одно направление. Ну вот, пожалуй, наверное, эти пять направлений актуальных для территории. Что может вот конкретно по объектам, можете вы мне сказать предположительно, или что бы вы хотели видеть на территории Первоуральска объекты туристической инфраструктуры? Вот прям должно быть вот это, вот это и вот это. Ну, про центр туристический я уже понял, да. Вот что еще? Благоустроенный исторический центр и популяризация историко-культурного наследия через какие-то малоархитектурные формы и туристические продукты, авторские экскурсии в частности. Если мы хотим дальше развивать такой экологический, природно-активный туризм на реке Чусовой, нам нужны комфортные условия для старта и финиша вот этих сплавов. Спасибо большое вам за эту беседу. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Всего доброго и до встречи.